Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 марта, в неделю Вторую Великого Поста, Православная Церковь совершает память святителя Арсения, епископа Тверского. Святитель Арсений родился в Твери, в молодых летах принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся благочестием, Арсений выделялся святой жизнью, строгим хранением монашеских обетов, знанием церковного устава, начитанностью в священном писании и трудолюбием. При митрополите Киевском Киприане он служил архидиаконом. Во время отсутствия митрополита управлял делами Киевской митрополии. 3 июля 1390 года он вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь, где по просьбе Тверского князя Михаила Александровича состоялся собор русских и греческих иерархов для суда над Тверским епископом Ефимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре. Многие тверичи представляли на епископа тяжкие обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери церковный мир, митрополит Киприан отставил от епископства Ефимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На Тверскую кафедру был назначен святой Арсений, но тот, бояся владычества приятия во Твери, видя, бо там вражду и брань многу, и смутися, и ужасеся. По возвращении митрополита Киприана и архидиакона Арсения в Москву Тверской князь прислал своих бояр с Челобитной к митрополиту, о посвящении на Тверскую кафедру Арсения. Арсений и на этот раз не соглашался. По словам летописца, в 1390 году едва у Малиша архидиакона Арсения митрополита бытия во Твере. Под угрозой соборного запрещения митрополит и князь, наконец, получили его согласие на хиротонию, которая состоялась 15 августа 1390 года. Среди епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель Стефан, епископ Пермский. Вступив на кафедру, епископ Арсений, как великий молитвенник и миротворец, смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве. В его епископство с 1390 по 1409 год были построены и освящены соборы в честь архангела Михаила в Старице и Микулине. Обновлен Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложена соборная колокольня. Святитель основал на реке Тьмаке, близ Твери, Желтиков монастырь, где по подобию Киево-Печерского монастыря была построена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, и Каменный Успенский собор, желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались подвигами Печерских отцов, святитель Арсений повелел в 1406 году сделать с Киево-Печерского потеряка список, представляющий самую древнюю из дошедших до нашего времени редакцию этого драгоценного памятника русской письменности, получившую название Арсеньевской. Почил святитель в 1409 году 2 марта по старому стилю и был погребен в созданном им Желтиковом монастыре Успения Пресвятой Богородицы. В 1483 году мощи его были обретены нетленными и поставлены в монастырском соборе. В том же году иеромонахом Феодосием написано «Житие и канон святителю». На соборе 1547 года состоялось общецерковное прославление святителя Арсения. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, переходящее празднование во вторую неделю Великого Поста, священномученика Феодота, епископа Киренийского, мученица Евфалии, мученика Траадия, преподобного Агафона Египетского, мученика в 440 италийских, честуется собор всех преподобных отцов Киева-Печерских. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok